Мы продолжаем рассматривать Луку. Лука был постоянным попутчиком апостола Павла. Со временем от того, когда Павел начал свое миссионерское путешествие с Троаса в Европу. Смотрите, очень важно, чтобы вы понимали историю с библейской точки зрения. Оно вам скажет многое о том, что, когда и почему произошло. Поэтому не игнорируйте историю. Они плыли с Троаса в Европу. И Лука был с Павлом в этом последнем путешествии в Иерусалим. Он был свидетелем ареста Павла в храме. То, что мы видим в Деяниях 21-29. И это очень важный момент, на который я обращаю внимание, чтобы утвердить, что Лука не был не евреем, но был евреем. Павел был арестован по ложному обвинению. Как я сказал, в Аксе 21-29 мы читаем это. Они были предыдущими с ним в городе Трофима и Ефесянина, и думали, что Шаул был его ввел в храм. Как написано в 29-м стихе 21-й главе «Ибо перед тем они виделись с ним в городе Трофима и Ефесянина, и думали, что Павел его ввел в храм». Павел это не делал, но это была причина, по которой они его арестовали. Толпа людей, она была очень зла, по той причине, что Павел был в храме. Потому что он твердо проповедовал о Ешуа, и это было для них очень хард. Это было для них очень сложно. А потому что он им говорил, что вы распяли Мессию. И поэтому они были достаточно грустны. И сквозь всю книгу Деяния мы видим, что Павел попадал под атаки от Синедриона. И когда они постоянно искали, в чем бы его обвинить. И поэтому в этом моменте они обвиняют его в том, что он ввел нееврея в двор храма. Это нарушение наказывалось смертью. Луканам говорит, что Павел никогда не приводил ни евреев в храм. Он даже бы это не сделал. Потому что он знал, что это место, есть место непредназначенное для неевреев. Но его видели в Иерусалиме, когда он разговаривал с разными неевреями. Среди них был вот этот Трофим, который был ефесянином. Павел привел Трофима в Иерусалим, чтобы апостолы и мать церковь могли видеть в первую очередь фрукты его службы между джентилами. Поэтому Павел привел Трофима в Иерусалим и апостолы, и первая церковь, ранняя церковь могла видеть первый плод служения среди неевреев. И Павел делал это во многих случаях. Павел приводил неевреев, которые были обращены. И представлял их в общину в Иерусалиме, показывая им плод своего служения. Это происходит и сегодня. Во многих миссиях сейчас снимаются видео, потом возвращаются миссионеры домой и показывают в своих домашних церквях эти видео. В доказательство того, что они не просто сидели на берегу и пили мохито. Это то же самое произошло в тот момент, но Павел, он буквально взял человека и привел их. Видео еще не было придумано в то время. Но из Писания мы понимаем, что это обвинение было неправильно, несправедливо. Но ситуация в Иерусалиме в то время была против тех, кто принимал Иешуа как мессию. И как сказано, что Саддукеев, Фарисей и Синедрион был очень зол на счет этого. И эти сплетни, они распространялись по всему городу. И они не приводили к демонстрации. И по этой причине Павел был арестован. И как вы можете читать историю, то вы увидите, что римские солдаты слышали эти истории. И они приходили к этой ситуации, видели Павла и решали, потому что они понимали, что Павел является источником всех проблем. Но интересный момент здесь в том, что почему они выбрали Трофима, а не Луку, если Лука был не евреем. Лука, он приходил множество раз с Павлом. Он был свидетелем многих ситуаций, которые происходили. Если Лука был бы евреем, не евреем, и мы знаем, что Лука, он ходил с Павлом в храм, это было бы более убедительно обвинить Павла в том, что он привел не еврея Луку в храм. Факт в том, что он был не упомянут, то, что Лука не был не евреем. Как я уже сказал, что Лука был множество раз с Павлом в Иерусалиме. И эта ситуация раньше не поднималась о том, что Лука мог быть не евреем. Потому что нет ничего такого спорного в том, что Лука путешествовал вместе с Павлом и Иерусалим. И поэтому это говорит нам о том, что они не рассматривали Луку как не еврея. Окей. Следующий пункт, который мы должны рассмотреть, касающийся Луки, это его знание всего еврейского. Лука в своих писаниях показывает свои близкие знания храма более чем другие писатели Евангелия. Когда вы читаете Евангелие от Луки, это удивительно, насколько много деталей он дает. И это показывает его, указывает на его знания и на его этнику. этнику. Когда он описывает Захарию и рождение Иоанна Крестителя, он описывает детали, связанные с сменой левитов в служении. Служение связанное с их семьями. Иоанна Крестителя, это интересный момент здесь. Потому что Лук рассказывает нам о церкви и когда Захария был в служении в храме, это очень интересно, потому что Лука указывает на эту череду служения в храме и когда Захария был в храме. это помогает нам определить, когда Иешуа был рожден. Потому что вы можете обратиться, посмотреть в историю и увидеть, когда он служил в храме. Он после своей череды вернулся домой. Елисавета стала беременной и через шесть месяцев Габриил пришел и Мириам была беременна Иешуа. Благодаря этому вы можете приблизительно высчитать, когда Иешуа был рожден. И это было приблизительно в этот период времени года, в период Суккот. Такая дополнительная информация. Лук как я говорил об этих деталях, он описывает позицию священника во всех смыслах. Когда ангел появился в Захарии, вы можете для себя прочитать в Луке первая глава с 19 по 20 стих. Факт в том, что Лука единственный из писателей Евангелия, кто дает этот счет. И он подает нам это в очень истинном образе, что мы можем это увидеть. И это очень подтверждает то, что он был евреем. Близкое знакомство с процедурами в храме. Некоторые могут даже предположить, что Лука был левитом. И потому, что он знал очень много о храме и то, что в нем происходило. Если Лука был не евреем, он не мог иметь такого понимания, как происходит работа в храме. Потому, что ни евреем не позволялось входить внутрь храма. С другой точки зрения, Лук интимат аквентанс с Мирием близкое знакомство Луки с Мирием написал. Это очень удивительно, когда мы читаем то, что он написал. Что у него были очень близкие взаимоотношения с матерью Ишуа. Он описывает историю рождения Ишуа приоритетно с точки зрения Мирием. Это уже выглядит удивительно. Он говорит в Луке 2.19 А Мария сохраняла все слова си и слагая в сердце своем. Луки 2.19 Он знал очень много о том, что пережила Мирием. В Луке 2.51 Он говорит следующее. В Луке 2.51 Он говорит следующее. Он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них и Матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Нам нужно задавать себе такой вопрос. Как Лука имел такое очень ясное и близкое понимание Мирием? чтобы узнать все эти вещи которые она сохранила у себя в сердце. Это выражение говорит что она не делилась этим со всеми. Это должен быть тот кому очень близкий кому она доверяла. Тот кто поймет когда мы смотрим на раннюю общину первого века у них были очень близкие взаимоотношения также была необходимость у них для этого по той причине в которой ситуация они находились они нуждались в том чтобы иметь очень близкие взаимоотношения друг с другом и чтобы не было очень легко найти какую-то информацию от них не было невозможным для тех кто не был не евреем стать близким к ним если мы будем смотреть на писание то мы можем предположить что где-то Лука был даже врачом личным врачом у Мирием и таким образом она могла бы поделиться с ними теми словами которые она сокрыла как ни с кем другим но если смотря на культуру этого времени это было бы невозможным если Лука был бы не евреем она поделилась с ним всеми глубокими словами которые были сокрыты в его сердце я понимаю что это предположение но я верю что если мы будем смотреть на полную картину мы можем предположить у Луки было очень много возможностей иметь близкие общения с Мирием это могло происходить тогда когда Павел путешествовал с Павлом приходя в Иерусалим и особенно когда Павел был в темнице в Цезарии на протяжении двух лет поэтому мой вывод такой что мы можем подсуммировать что Лука был евреем по тем подтверждениям которые мы имеем в Писании А идея о том что он был не евреем она базируется на личном желании и традиции И как я сказал ранее нам нужно ставить Писание выше традиции Когда я прихожу в разные церкви и я спрашиваю их почему вы не поступаете вот таким образом Я говорю что я считаю что это будет более эффективно более лучше Они говорят мы не можем так делать Мы всегда так поступали Это наша традиция Упс Упс Я считаю что нужно делать изменения Теперь мы посмотрим на деяния чтобы оно помогло нам увидеть получить помощь в нашей общине Как я уже сказал ранее что Лука был попутчиком Павла путешествовал вместе с ним но он также был очень обученным человеком который был очень имел интерес и вовлечен в изучении жизни и событий Ешуа в том как церковь растет община окей some people have said to me you are so inquisitive you understand that word ok I am interested in getting to understand things я заинтересован в том чтобы изучать или более глубже понимать вещи я хочу объяснить почему я думаю что у лука был подобную ситуацию позицию занимал у него было желание вовлекаться в эти вещи он был заинтересован в том как начать рост церкви возможно это было в цезарии и в роме тогда когда он написал евангелие от луки и книгу деяний возможно он написал в цезарии евангелие от луки а деяние тогда когда он был в риме как я уже сказал что деяние это вторая книга одна из двух которые написал лука и теперь мы приходим к причине почему лука все это делал и как я уже сказал что в этот момент павел был арестован и был взят в цезарию и его брали в этот момент уже он был готов к перемещению в рим к суду во время суда у вас есть обвинитель и адвокат тот, кто защищает и он пишет кому-то тому же человеку евангелие и евангелие от луки и книга деяния адресована одному человеку и он обращается к этому человеку как самому умному теофилу его его имя означает человек божий интересно и он пишет этому человеку так как он ему пишет то он или судья или адвокат вовлеченный в ситуацию связанную с Павлом таким образом мы понимаем тот путь или образ как он общается с этим человеком и поэтому когда он и говорит о Феликсе и Устье в книге деяний все эти люди они были управителями которые встречались с Павлом но также Лука беспокоился или знал что его письмо будет обращено еще к другим возможно к тем к той церкви в Риме которые имеют вопросы как же это все началось и почему Павел был в суде если Лука хотел бы написать историю жизни Павла он очень бы мало указал бы результат суда Павла или то как он умер если это была бы история церкви мы бы ожидали увидеть больше деталей о церкви в Риме но это не было намерение Луки предоставить полную биографию Павла и также не раскрыть историю ранней общины но его цель была дать этому человеку Феофилу информацию о том как понимать веру в Яшуа Мессию как ее развивать и почему сейчас Павел является несправедливым и нечестно обвинен и это была цель Луки помочь нам понять что вера в Яшуа Мессию и как ранняя община развивается и это два очень важных момента для нас и когда вы читаете Деяния вы не остаетесь без вывода о том что произошло с Павлом и что было с ранней общиной кто из вас смотрит телевизор кто смотрит телевизор может быть некоторые из вас нечестны сейчас у вас есть серии по телевизору некоторые эпизоды каждую неделю как обычно в каждой серии в конце написано что будет продолжение следа чтобы настроить вас на следующую неделю и знать что же произойдет окей союз фейс ю в сим с ситуацией в окончании книги деяний есть больше но лука на это не обращает внимания давайте посмотрим структуру и границы книги деяний если мы когда мы понимаем почему она была написана второй вопрос который следует как она представлена нам если мы поймем это оно поможет нам понять даже больше есть три общие теории касающиеся структуры книги деяний вторая первая теория это такая она говорит что книга деяний разделена на две секции это простая теория самая простая и она говорит о двух разных апостолах петер апостол евреем это главы с первой по двенадцатой и павел апостол язычником и это остальная часть книги я хочу еще раз сказать что я предоставляю вашему вниманию три варианта взгляда на книгу деяний сейчас я вам не говорю который из этих вариантов правильный в этой идее мы смотрим что книга разделена на два петр и павел есть очень много что поддерживает эту теорию потому что есть очень много такого заметного что лук лука говорит о петре и то что он не говорит о павле причина для этого может быть это могло быть причиной развития двух разных церквей церкви церковь для евреев и для не евреев для меня это важно история церкви очень наполненная разделениями церкви и я верю что сейчас наступает время когда нам нужно говорить что это не цель божья и покаяться чтобы понять что у Бога есть одна община одна церковь и вы принадлежите ей или не принадлежите она состоит из разных семей есть разные течения шоколад ваниль и кубника окей айскрим из айскрим мороженое да это как мороженое есть мороженое но есть разные вкусы так и в теле мессия есть разные составляющие но это все должно быть одно церковь и нам нужно таким образом думать что есть очень много разделений очень много ненуисти всего всех всех таких вещей и так цель не в том чтобы иметь церковь для евреев имени цель в том чтобы иметь одну общину в мессии цель не была в том чтобы следовать за одним апостолом лук 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 акцент на том что жизнь павла и петра была сравнима во многих вопросах и мы можем видеть что было более важным чем остальное и после перерыва мы увидим эти схожести в их жизнях окей тх 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 Субтитры создавал DimaTorzok